Наконец, станция, интервал. Выполняем такой же справа, вираж. Далее, выполняем два виража с крином 45. Это уже не игры в самолётики. Пеший полётный инструктаж каждого действия в работе боевой двойки. Сначала отработка на земле, затем в небе. Аэродром Южного военного округа принимает новые истребители-бомбардировщики Су-34. Новейшие самолёты поколения 4+. Стоимость крылатого агрегата около миллиарда рублей. Почти 8 тонн вооружения на борту. Способность вести обстрел до 4 целей одновременно с максимальной скоростью 1900 км в час. Донские пилоты называют его «утёнок» из-за внешнего сходства конструкции носовой части с клювом птицы. Самолёт, естественно, лучше. Во многом навигационная система, прицельная система облегчает во многом работу экипажа на разных этапах полёта, выполнение боевых задач, прицельных задач. Наиболее точность разных видов манёвров в любых метеоусловиях, как днём, так и ночью. Прежде чем взлететь, лётчикам пришлось сесть за парты. Переобучение на новые модели прошли даже матёрые асы. Почти 70% лётного состава готовы к практике. Такой, скажем, трудоёмкий процесс весь обучение лётного состава. Поэтому проходит как теоретическое сначала переучивание лётного состава на данную технику. После успешной сдачи зачётов проходит уже практическое переучивание. Ну и стараемся выполнить всё это в кратчайшие сроки. Уже в небе отрабатывается техника пилотирования. Действия экипажа на различных этапах полёта доводятся до автоматизма. Лётчикам ещё предстоит разобраться с новейшей прицельной системой. По нормативам после тревоги полная боевая готовность в течение часа. Боевой радиус 3000 километров. Но даже эти преимущества для лётчиков не главное. После каждого задания самое важное для них – мягкая посадка. Сергей Мирошниченко, Андрей Коробко. Главное новости.